привет продолжаем разбирать советы по c++ по эффективному использованию языка c++ и сегодня разберем такой небольшой свет который говорит о следующем никогда не переопределяйте наследуемые не виртуальные функции здесь как раз вот такой пример нас есть класс а и есть наследник b функция вот функ у нас есть у класса а и у класса b так вот вот здесь мы переопределяем наслед вот эту вот не виртуальную функцию то есть мы наследуемся и переопределяем но правило говорит никогда этого не делать это делать только если то есть переопределять только в виртуальной функции какие могут быть проблемы но давайте рассмотрим пример а пример а вот у нас пример а здесь все пока нормально в данном случае у нас есть два объекта а и б и для каждого из них вызывается функция и все пока у нас нормально сейчас я запущу и мы видим вызывается функция класса а и класса б все очевидно и все понятно перейдем к примеру б то есть это правило еще немного пересекается с другим правилам в котором был совет что никогда ну точно точную формулировку не помню но там было что-то типа всегда если у нас класс полиморфный то деструктор должен быть виртуальным и там мы разбирали проблем здесь как бы аналогично вот так давайте рассмотрим пример б что у нас примере бы примере б у нас есть два указателя первый указатель указатель на объекты типа а второй указатель на объекты типа б и есть уже созданный как бы объект ну вот это вот этот комментарий говорит о том что здесь может быть много кода и все такое и что мы видим здесь вот здесь мы объекту п а присваиваем адрес вот этого объекта существующего и указателю pb присваиваем адрес опять-таки того же существующего объекта по факту что мы здесь можем увидеть мы вызываем мы вызываем вот здесь функцию объекта b вот но адрес же одинаковый одинаковый вот в этом и то есть этот и этот указатель содержат содержат одинаковые адреса и по хорошему может показаться что должна вызываться функция вот объекта класса b потому что адреса то у нас одинаково ну давайте запустим как мы видим поведение разное вызывается функция класса а и функция класса b в чем проблему как раз вот здесь уже и вылазит эта проблема то что мы переопределили не виртуальную функцию а не виртуальные функции связываются статически что это означает это означает что вот на вот этом этапе будут то есть функции уже связаны то есть для то есть на этапе компиляции произошла связь и дальше в процессе работы для объектов на которые указывает а вот этот указатель если мы будем вызывать функ то будут вызываться функции класса а для вот этого указателя будут вызываться функции класса b потому что связь уже произошла так как функции не виртуальные для виртуальных же функций связь функции связывается динамически то есть вот на этом этапе произойдет перезапись таблицы виртуальной функции грубо говоря ну так она где то есть и будут вызываться те функции которые мы ожидаем так вот вот здесь как мы видим уже мы получили проблему то что работа не совсем может быть очевидной хотя по факту если мы сделаем вот так вот казалось бы это одно и тоже вот эти два куска аналогичный вот этим двум но по факту вот же адреса мы взяли у одного и того же объекта эти указатель содержат одинаковые адреса соответственно казалось бы вот аналогия ну совсем ну не то что немного а совсем не так и давайте например 3 может быть чуть чуть другой стороны показывает эту проблему здесь то же самое у нас вот как мы видим две функции класса а вызывается что мы в примере 3 видим есть некая функция как это f это может быть функция отрисовки ну еще чего-нибудь ну без разницы которая принимает указатель на базовый класс вот указатель а и вызывает у него функции вот где-то в коде мы передаем в эту функцию адреса разных объектов ну которая находится в иерархии соответственно что мы видим казалось бы вот здесь вот здесь должна была быть вызвана функция класса b а вот здесь функция класса а но реально мы видим что вызываются функции только класса а почему а только потому что вот здесь уже была статическая связь и вот здесь уже вызывается функция класса а то есть здесь уже записан адрес после компиляции адрес функции объекта класса а и он всегда будет вызываться то здесь уже на этапе компиляции произошла статическая связь так как здесь четко видно тип вот этого указателя и вот вызываться ну та функция данном случае класса а если мы добавим слово virtual вот сюда то это в корне поменяет дело и связь будет уже динамическая вот на этом этапе этому указатель у этого указателя появится табличка виртуальных функций и на вот этом этапе будет происходить динамическое связывание соответственно будет подменяться табличка виртуальных функций и будет вызываться та функция то есть функция нужного объекта вот сейчас я добавил слово virtual и как мы видим вызываются функции разных объектов виртуал слова убираю и вызываются функции класса а вот в принципе и все об этом следует помнить то есть никогда не переопределяйте не виртуальные функции если вам нужно переопределить тогда пересмотрите архитектуру своего проекта своих классов и возможно вам нужно будет добавить слово виртуал чтобы не столкнуться с подобными проблемами с подобными проблемами одиночные программисты можно так назвать сталкиваются очень и очень редко но если вы работаете в команде и большой проект каждый создает какие-то классы типы данных то такие проблемы могут возникать довольно часто поэтому не забывайте об этом правильно ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки не забываем что к в описании к каждому видео есть ссылка на все видеоролики то есть ссылка на блок спот блогер коми или еще как там там называется вот и ссылка на список всех видеороликов на канале всем спасибо за внимание еще раз до новых встреч всем пока